Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке литературного чтения мы начинаем новый раздел. Отгадайте загадку и догадайтесь, какая общая тема будет у произведений в новом разделе. Без ног, без крыльев оно быстро летит, не догонишь его. Время. Произведения, с которыми вы познакомитесь в этом разделе, будут о времени. Тема нашего урока – лента времени. Время руками не удержишь. Сегодня на уроке мы узнаем, как строить высказывания для объяснения своих чувств и мыслей. Научимся сравнивать элементы художественных произведений. Познакомимся с произведениями Александра Веденского «Когда я вырасту большой» и «Якоба и Вильгельма Гримм. Время жизни». Посмотрите на иллюстрации. Это лента времени. Это дорога из прошлого в будущее через настоящее. Изучите ленту времени, постройте высказывания об историческом развитии нашей Родины. Мы помним и гордимся нашим прошлым, рады, что живем в настоящее время и мечтаем о счастливом будущем нашей страны, Республики Казахстан. Определите на ленте времени сегодняшний, вчерашний и завтрашний день. Подумайте, в каком промежутке времени вы хотели бы жить. А сейчас давайте познакомимся с творчеством Александра Ивановича Веденского. Александр Веденский – русский поэт, прозаик и драматург. Широкому кругу читателей известен как детский писатель. По настоянию матери Александр поступил в гимназию, где и образовался коллектив поэтов. Там Александр Веденский начал свое поэтическое творчество. В учебнике на странице 5 найдите стихотворение Александра Веденского «Когда я вырасту большой». Я прочитаю стихотворение, а вы слушайте внимательно и постарайтесь определить темп чтения. Когда я вырасту большой, я снаряжу челнок, возьму с собой бутыль с водой и сухарей мешок. Потом от пристани веслом я ловко оттолкнусь. Плыви, челнок, прощай мой дом, нескоро я вернусь. Сначала лес увижу я, а там за лесом тем пойдут места, которых я и не видал совсем. Деревни, рощи, города, цветущие сады, взбегающие поезда на крепкие мосты. И люди станут мне кричать «Счастливый путь, моряк!» И ночь мне будет освещать мигающий маяк. Вам понравилось стихотворение? Ребята, определите по ленте времени, когда герой стихотворения отправится в путешествие. Это произойдет в будущем, а пока путешествие останется только в его мечтах. А сейчас мы будем с вами учиться строить высказывание и поможет нам в этом памятка в учебнике на странице 6. Также для построения высказывания нам помогут вопросы после текста на странице 5. Как вы понимаете название произведения? Соответствует ли оно содержанию стихотворения? Определите особенности художественного текста. Как автор передает чувства и эмоции? Вот такое высказывание у вас должно получиться. Название произведения «Когда я вырасту большой» — это мечта маленького мальчика, который в будущем хочет стать моряком и отправиться в путешествие. Название стихотворения соответствует его содержанию. В тексте автор создает выразительные образы, вкладывает свое отношение к описываемым событиям. В стихотворении есть восклицательные предложения, с помощью которых автор передает чувства и эмоции. «Плыви, челнок, прощай мой дом, счастливый путь, моряк!» После окончания урока нарисуйте иллюстрации к стихотворению «Когда я вырасту большой». А сейчас посмотрите на экран. Помогите мне собрать пословицу. «Время руками не удержишь». Как вы понимаете смысл этой пословицы? Эта мудрая пословица напоминает нам о том, что все проходит, нужно ценить время, дорожить каждой минутой. Давайте познакомимся с творчеством братьев Гримм, Якоба и Вильгельма. Братья Гримм – это немецкие писатели-сказочники, собиратели народных сказок. Родились в семье городского судьи, были старшими из шести детей. Детство их было нелегким, но это не мешало им придумывать разные истории, волшебные приключения и сказки. Откройте учебник на странице 7. Послушайте внимательно произведение «Время жизни». Создавая мир, задумал повелитель каждому существу определить время жизни. Тут пришел к нему осел и спросил, «Как долго должен я жить?» «Тридцать лет», – отвечал ему повелитель. «Довольна ли с тебя?» «Ах, это слишком много», – возразил осел. «Сам вообрази мое тягостное существование. С утра до ночи таскать тяжкие ноши, кулись зерном возить на своем хребте на мельницу, чтобы другим доставить муку для хлеба». Сжалился над ним повелитель и сократил его жизнь до 18 лет. Осел ушел от него, а на его место явилась собака. «Как долго ты хочешь жить на свете?» – спросил он собаку. «Вот ослу показался тридцатилетний срок слишком большим. А тебе довольна ли этого будет?» «Воля твоя», – отвечала собака. «Но сообрази, сколько я должна бегать? Пожалуй, ноги мои так долго и не выдержат. А если при этом я еще и лаять перестану, зубы у меня выпадут, тогда придется мне только без пользы слоняться из угла в угол да ворчать». Повелитель признал, что собака права и оставил ей всего 12 лет жизни. Затем явилась обезьяна. «Ну ты уж верно пожелаешь жить 30 лет на свете?» – спросил он обезьяну. «Работать тебе не нужно, как ослу и собаке. Тебе всегда привольно». «Это только со стороны так кажется», – сказала обезьяна. «А на самом деле все иначе. Ведь я же всегда должна выкидывать разные веселые шутки, рожи корчить, чтобы смешить людей. Нет, 30 лет жизни мне не вынести». Повелитель смиловался и даровал ей только 10 лет. Наконец явился человек здоровый, веселый, свежий и просил определить ему время жизни. «Вот тебе 30 лет», – сказал Повелитель. «Довольно ли тебе?» «Слишком мало», – воскликнул человек. «Ну хорошо, я приложу к нему 18 лет осла», – сказал Повелитель. «Мало мне», – возразил человек. «Ну еще 12 лет собачьего века. И все-таки мало». «Ну ладно же, накину тебе еще 10 лет обезьяньего века. Больше и не проси». Человек ушел все же очень недовольный. С той поры человек живет более 70 лет. Мы с вами прочитали два произведения, и теперь научимся сравнивать элементы художественных произведений. Посмотрите на круги Эйлера. Мы должны определить различия и сходства этих двух произведений. А поможет нам в этом подсказка в учебнике на странице 9. Автор – Веденский, «Братья Гримм», «Жанр», «Рассказ», «Сказка», «Вид текста», «Стихотворный», «Проза», «Тема», «Путешествие в будущем», «Кто сколько живет», «Основная мысль». Счастливые мысли счастливого человечка. Каждый выбирает, сколько ему жить. Герои. Мальчик. Осел, собака, обезьяна, человек, повелитель. Использование выразительных средств языка. Олицетворение, эпитеты. Метафоры. Прочитайте текст еще раз и постройте высказывания для объяснения своих мыслей, используя вопросы в учебнике на странице 8. Подведем итог урока. Познакомились с произведениями Александра Веденского «Когда я вырасту большой» и якобы Вильгельма «Гримм. Время жизни». Мы узнали, как строить высказывания для объяснения своих чувств и мыслей. Научились сравнивать элементы художественного произведения. Наш урок подошел к концу. Я желаю всем удачи и хорошего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова